Продолжение следует... И это такой процесс игровой, но, я скажу, деловой игры. Институт президентства появился в 11-й школе благодаря общественной организации «Наши», которая действует в учебном заведении. Ребята принимают участие в городских и районных мероприятиях, занимаются волонтерством и благотворительными проектами. Я давно состою в детско-юношеской организации «Наши», которая везде активничает. Мне очень нравится работа Айбека, нашего нынешнего президента. И я подумала, что я тоже могу стать достойным президентом нашей школы. И мои родные, и одноклассники, и друзья это поддерживают. Не только президент, но и министр принимает участие в общественной и учебной жизни школы. Пока еще действующий глава ученического самоуправления Айбек Муйджонов показывает свой кабинет. Это, собственно, кабинет президента нашей школы. Здесь заседает детско-юношеская организация, в том числе и министры по пяти нашим направлениям. Здесь мы заседаем по разным дням недели, которые расписаны в нашем графике. А вот это вот президентское кресло, правильно? Да, собственно, это мое кресло, на котором я сижу и рассказываю ребятам о наших предстоящих будущих планах и что мы уже провели и реализовали. А у избирательных урн народу не становится меньше. Президент школы выбирается на два года, и каждый из тех, кто пришел на избирательный участок, чувствует свою ответственность. Зачем нужен президент? Потому что президент – это правая рука директора. Он помогает в организации разных мероприятий, а также выручает директора при каких-нибудь обстоятельствах. Президент – он сам ученик, и он понимает все трудности и все хорошие и плохие стороны учеников. И он намного больше понимает, чем учителя, потому что он тоже является обучающим. Президент – это главная вообще часть школы, неотъемлемая. Как известно, завоевать сердце избирателя нелегко, а причин, почему ученики проголосовали за того или иного кандидата, великое множество. Почему за этого человека отдали голос? Потому что она очень веселая. А, это кто? Это Арисана. То есть просто веселая, и это самое ее качество, главное на посту президента, или все-таки что-то еще было? Ну, она умеет находить общий язык с человеком, например. А вы за кого голосовали, и почему за него? За Диану, она умная очень, ну, и красивая. Ясно. Ну, а вы? За Диану, она тоже красивая, умная. То есть она из вашего класса, как я понял, или что? Или просто ваша знакомая? Ну, просто подружка. Президентская гонка длилась несколько месяцев, и не все кандидаты, заявившиеся изначально, смогли дойти до выборов. Начало – это было февраль месяц, когда мы объявили, что у нас будут проходить выборы на базе нашей школы. Тогда у нас было 8 кандидатов. Сейчас, на данный момент, у нас осталось 3 кандидата, так как с проведением различных мероприятий, кандидатам трудно удавалось пройти эти мероприятия, и они решили отзывать свои заявления со школьной избирательной комиссии. Сегодня традиционный день тишины, но до этого кандидатам необходимо было принять участие в ряде агитационных мероприятий и пройти специальную подготовку. У нас были тренинги определенные, и мы там учились как бы с лидером. То есть у нас были всякие игры, тесты, и мы так прошли курс и стали лидерами. Без лидерских качеств президентом действительно не стать, ведь без учета его мнения в школе не принимается ни одно решение, особенно если это отразится на жизни учеников. Все решаем вместе, обоюдно и прислушиваемся обязательно, не только я и многие другие учителя, и наш президент на высоком уровне в нашей школе. Очень сильно помогает, мы очень плотно сотрудничаем как с ученическим самоправлением, так же и с ДИОНаш, это детская юношеская организация, вплотную мы работаем, поэтому нет никаких у меня трудностей, у меня наоборот это очень помогает. Более 500 учащихся 11-й школы отдали в этот день голоса за своих кандидатов. Новым президентом учебного заведения стала Диана Капелеховский. Учеников с правом голоса в 11-й школе намного меньше, чем в жителей Российской Федерации, а потому и подсчет голосов здесь происходит намного быстрее. Но президент вступит в должность только после инаугурации, где произнесет торжественную клятву работать на благо школы и ее учеников. Максим Козлов, Егор Хлябич, Видное ТВ.